Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 27 июля, потрясающий летний день, и у нас ожидается очень интересный выпуск из Андреевского узбоза. Обязательно посмотрим ассортимент, цены. Тут по выходным располагается классная, интересная барахолочка, и можно приобрести интересные товары, если договориться, то даже по хорошим ценам. И напоминаю, дорогие друзья, если вас интересуют какие-то товары, можете писать мне в Телеграм. Контакт указан в первом закрепленном комментарии, а также в описании под данным видеороликом. Вот видите, точка с разнообразными английскими вещами. Вот такая вот каска, книга, 200 гривен, чашечки всякие разные, музыкальные, пластинки. На Андреевском спуске также располагается знаменитый музей одной улицы. Он посвящен истории Андреевского спуска одной из самых древних улиц Киева, соединявшей верхний город с нижним городом, подолом. В основе концепции музея лежит стремление его создателей максимально приблизить историю Андреевского спуска и Киева к личности, без помпезного представления исторических процессов, а также без национальной, религиозной, культурологической и политической предвзятости. Он был основан в 1991 году и работает ежедневно с 12 до 18, выходной в понедельник. Поэтому, если вы приехали сюда в понедельник, то, к сожалению, вы сюда не сможете попасть. Вот так вот. Давайте вот ради интереса уточним стоимость. Здравствуйте, сколько у вас стоимость? 100 гривен. Ага, 100 гривен. А для школяри 50? Дякую, горнаганя. Вот, 50 гривен. Если вы школьник, то вам очень повезло. А если взрослый, то не очень. Хотя, кто его знает на самом-то деле? Вот, видим старинные фотографии продаются. Вот разнообразные книги, счеты. Газеты ретро. Вот царские еще. Какой же это год? 1917. Ничего себе. Вот фотография Иисуса Христа на Голгофе. Картина. Что еще? Колечки вот тоже интересненькие. Предлагаются продажи. Вот на Андреевском. Что ж у нас тут интересненького продается? Статуэточка, конькобежка. Вот еще. Фарфор. Фарфор. Стаканы. Подсвечник. Вот. Очень большое количество разнообразных, интересных настенных тарелочек. Ожирение. Интересная точка. Такая ручная, типа мини-кофемолка. Прикольная. Хендмейд. Ручной работы игрушечки. Такие тоже прикольные бревочки. Вот сейчас нахожусь на Андреевском спуске. Очень большое количество народу. В одну сторону. В другую. Вот. Ну, в основном, по этой дорожке ходят. Заведение. Вот. Смотрите, еще на Андреевском. Прям горы. Горы, колец. Вот реально. А, я поняла. О, Аккортье, покажите. Гвоздь. Вау. Тут даже бренды есть. И бугри. Сколько прям. Это металлик. Это Митского. Класс. Вообще. Горы. Реально горы, колец. А что у вас из интересного есть? Такого. Не надо чего есть. Я такого бы еще не видел нигде. Да? Очень большое у вас. Браслетики на руку. А какое сто они или вратные? От 100 до 300. Ага. Колечки от 100 до 300. Става на чай, поэтому может быть здорово. Гривен. Вот еще тоже здесь рядом. Персти. Такое классное. У меня похожий, кстати, такой еще. С каменной вставкой. Классное колечки. От 100 до 300 гривен. Ого. Классная статуэтка клоуна. Смотрите, он играет на... На баяне. Ожерелье тоже. Разнообразные книги. Вот такие стаканчики. С подносом. Интересные. Подстаканники. А что это за материал у вас подстаканников? Геночка из чего? Мерхиор, наверное. Нержавейка, да? Да. Нержавейка, да? А почем они у вас? В Нью-Йорке. Ага, пять штучек, 800 гривен. Хорошая цена. Вот, смотрите, какая классная ручная кофемолка. Какая интересная. Предлагаются часики командирские с календарем. Вот еще часики луч с коробочкой. Фуржера. Статуэточки. Шкатулки. Серебро. Затки. А советское серебро есть у вас какое-то? Ну, вот здесь должно быть. Ага, 875. А другие сколько? Какие-нибудь колечки. Сережечки. Брошки. Вот, запанки советские. Запанки. Советское серебро. Ладно, хорошо, спасибо всем. Каких-то таких медалей. Стаканчики. Вот интересная сахарница. Это у вас советская серебряная сахарница, да? Я такую же, да, покупал. Артеку, а это у меня ранее. Это еще на острый клеймок. Позовут, а все с укройделом. Угу. Да, неплохая. Сувенирная кепочка продается. Здравствуйте. Здравствуйте. Брелочки всякие разные. Расчесочки. Браслетики тоже национальные. Очень большое количество магнитов всяких разных. Тарелочки. Вышиваночки. Куколки. Флаги. По 250, по 350. Футболки. Кофты всякие разные. Такие еще матрешечки. Фляги подарочные. Хорошего дня вам. До свидания. Вот на Андреевском спуске, одной из самых старинных улиц Киева, находится очень красивый мурал. Вот еще тут что-то снимают. Наверное, концерт какой-то был. Интересненько. О, взгляните, какие красивенькие статуэточки. Котик, уточка, поднос со стаканчиками, вот еще поднос. Сколько реально всякой красоты. Очень большое количество ожерельев, брошек. Подстаканники. Вот, смотрите, подстаканник в комплекте с граненым стаканом. Класс. Вот еще тоже. Такая сахарница или конфетница. Также на Андреевском спуске располагается театр Колесо. У нас сегодня не только барахольный выпуск, но и давайте посмотрим репертуар. Вот, я чекаю тебе кухану, какие-то спектакли. Еще. В Португалии зараз тепло. Двигаемся дальше. Очень красивое изделие. Ручной работы. Взглядите. И обезьянки. Вот, всякие зверюшки, мороженое. Котики. Голевые. Даже Баррид Симпсон есть. Прикольно. Всякие человечки, зверятки. Красота, да. Это все, ручная работа. Представьте, сколько нужно времени, чтобы создать хотя бы одну такую красоту. Вот, тоже изделие. Ручная работа. Парик. А меня полюбила, да? Меня нюхает. Значки хочет приобрести, да? Собачка. Ко всем пристает. Вот, еще овощи. Такая детская. Продается. Из кожи. Сумочки. Очень много изделий из кожи. Ага. Медведь, что такое. Красавец. Олимпийский. 50 евро. Еще тоже очень много. Фарфора. Дед Мороз. Да, я понял, да. Белые медведи. Вот, Мишка. Тоже Буды. Похоже. Еще тоже два медведи. Вот, памятник Гоголю. Замкова гора. Там дальше можно подняться и увидеть потрясающие виды. Тут видим, рядом плетут вот такие потрясающие шапочки. Вот брошки. Ну да, интересно. Это советская, харьковская серебровая снежинка. Снежинка с подвесом. Вы в правильном разведываете нам управление. Значки. Да нет, блог снимаю свой. Показываю интересные товары. Тут подстаканчики у нас такие классные тоже. Тоже брелочки. Пряшки. Вот интересная такая пряжка украинская 90-х годов. Вот это, машинки. Прикольный вот грузовичок. В хорошем состоянии. Они у вас без коробочек, машинки? Нет. А, без коробочек просто машинки. Я не знаю, может, у Шура и есть коробочки. Вот, очень большое количество разнообразных классных изделий из дерева. Ручная роспись. Красота. Какие фруктовницы. Конфетницы мы можем наблюдать. Настенные тарелочки. Яйца. Тоже с ручной росписью. Красота, да. Вот, еще можем наблюдать очень красивое здание. Замок Ричарда Львиное Сердце. Это название дома номер 15 на Андреевском спуске в Киеве. Памятник архитектуры 19 века. Сооруженного в стиле британской готики. Назван в честь Ричарда Львиное Сердце. Героя романа Вальтера Скотта Айвенга. Дата основания 1904 год. Архитектурный стиль не готика. Потрясающая красота. Рядом располагается точка, где находится очень много классных украшений. Взгляните, потрясающие такие браслетики на руку. Можно носить кожаные колечки. Прям очень много колец. Реально очень много. Ну, понятное дело, что это все не золото, не платье, не серебро. Ну, цена соответствующая 150 гривен. Что сейчас можно купить за 150 гривен? Пару чашек кофе. Ну, да, три чашки кофе. Самого дешевого. Вау, смотрите, горы просто. Горы, колец вообще. Вообще, капец. Можно копаться в них, копаться шикарно, да? Класс. Вообще. По 50 гривен вообще. Сейл. Распродажи. Тоже очень много интересных колечек. И с камушками. И прям в королевске вообще. С коронами, да. Тоже классно. Тут вообще, да, очень много молодежи, да? Вау, класс. Вообще, сколько изделий из дерева. Какой красивый воин. Деревянный, шикарный. Что еще? Такая... Можно вешать сюда или ключи, или что-то важное. Все из дерева. Ручная работа вообще. Красота. Очень красиво. Рыбки. Моряк. Картины. Вау, сколько тут красоты. Вот, бронза. Очень красиво у вас тут, да? Подсвечники. Подстаканники. Помню, у вас тут снимал. Когда же это на... На день Киева, по-моему. Да, да. Турочка. Потрясающая. Забыл взять, к сожалению, ваш номер. Да, сейчас запишу. Обязательно. Колокольчики. Партигары. А это у вас серебро или обычно? Нет, это посеребление. А, посеребление просто, да. Вот еще клевая вещь. Турки. Еще раз прошу. Ага. Это пчак. Угу. Там у восточных народов, там, я могу сказать, узбеков, там, и у дугуров. Была вот культура пользования вот такими, как оружием, они... У них была картошка, хабирев. Ну, да. То есть они придавали ему сакральное значение. Угу. Крестики такие с раскопок. Тоже интересные. Ваза. А сколько вот такой, например, по свечнику? 600 гривен. Ага, 600 гривен, да. Понял. А спичечницы какие-то есть? У вас бронзовые вот у нас? Ага, просто меня там спрашивали как раз. Икона у вас тоже очень красивая. А царское серебро тоже у меня интересовались. Или царское серебро. Или советское. Шкатулочки. Вот гляньте, вот такая собака, на которую, да, вешаются ювелирные изделия, да, колечки. Класс. Еще петушки такие. Как раз сегодня порохоте. Вот петушок. Интересно. Ага, вот еще такой поднос с чайничком. Это не серебро, да? Не, не серебро. Ага, посеребрение. Чайнички. Такие подсвечники. Очень красивые. Вот еще подставочки. Украин. Киев. Я зимой посмотрела, я так одним лаком. Первые десериели выдержала, конечно, а потом... Вот первые десериели. Сова. Взгляните, какая классная. На Древском спуске. Ну, думаю, она, к сожалению или к счастью, не продается. Фотографируются люди. Да. Вот еще турки с фиксированными ценами. По 450 гривен. Разные предметы для кухни. Чашечки. Домовички. По 200 гривен. Красивые. Сейчас уже дождик начинается. Магнетики. По 40, по 30. Андреевская церковь. Потрясающая архитектура. Итальянская. Очень там красиво внутри. Я там снимал. Кому интересно, найдите у меня на канале. Посмотрите. Рекламируют. Вот. Своё заведение. Еще тут сувенирчики всякие. Продаются. В Андреевской. Вот интересная пряжка. Так. Забираю еще две вот такие пряжки. Ага. Вот еще такая интересная. Забираю две такие пряжки для подписчиков из Германии. Вот. Очень красивенькие. В конце обзора все покажу. Савицей. Вот. Купил две такие пряжки для подписчиков в Германию. По 600 гривен. Классная. Очень красивая. Там морская и обычная. О, Ждун. Класс. Кто-то думал, что они вышли из моды, но на Андреевском они еще продаются. А почем Ждун ваш? 250 гривен. Класс. Вообще. Ручная работа вообще. Шикарный Ждун. Классно. Ну да, да, да. Дякую. Гарного дня вам. На побачь. Да. И потом дальше там. Вот. Фотоаппараты еще. Кружечка. Кайс Блюцем. Интересная. Кантер. Большое количество разных монет. Часики. К фотоаппарату с документами. Гармошка. Шахматы. Очень интересные. Деревянные. Красивые. Еще. Шахматы. Булава. Булавы точные. Ага, дорожный утюг такой маленький. С родной упаковкой. Интересно, да. С родной упаковкой утюг дорожный. Еще такая какая-то сахарница. Это же не серебро, да? Не, не, не. Ага. Понял. Серебряный подстаканик будет стоить где-то порядка 100 тысяч. Фотоаппараты. Видеокамера. Видеокамера. Всякие. А люди, кто там за подстаканик красивый. Там 304, 503. А люди, ну, это подстаканик там 6000 гривен. Я спрашиваю, а на барахолке сегодня были? Потрясающее заведение работает. Практически полная заполненность. Здесь вот люди фотографируются. Играют музыканты. Потрясающе. Вот еще посмотрим здесь, в этой части картины. И тоже изделия ручной работы. Слоники. Всякие разные. Вот таксы. Котики. Классные. Еще вот такие брелочки тоже. Вот еще интересная картина. Какая-то императрица. На тематику фэнтези. Вот Пес Патрон. Тоже интересная работа. Хорошо, что сейчас хорошая ситуация с электричеством. И нету отключений. Вот, видим. Тоже красивое изображение балерины. Там люди фотографируют солнце. Кстати, там очень классный вид. И получаются потрясающие фотографии. Софиевская площадь. И на такой красивой ноте будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Желаю мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok